Волки. Автор Константин Дмитриевич Носилов. Совсем уже не стало волков в нашей стороне, как и многого другого зверя. Да и где нынче водиться-то серому волку-то, а? Леса все повырублены и вывезены на дрова в город. Болото, займище, где так любил прятаться и устраивать себе логово волк, уже все высушены. Кроме того, сколько развелось всюду охотников. Кто теперь не держит ружья в деревне? Все. И весной только-только-только вот отстает снег, и зимой, как только настанет свободная пора у крестьян, всюду они бродят, ездят, ходят на лыжах, эти охотники. Где уж тут укрыться серому волку? А сколько еще наедет каждую весну и осень охотников из города? Тут уже и не учесть. Зимой и осенью стон стоит по жиденьким рощицам, уцелевшим от старого леса. И оттуда без ума несутся на голые пашни и луга и ошалевший белый заяц и перепуганная лисичка, и оставшийся кое-где серый волк. А между тем, давно ли сжималось или трепетало маленькое сердце при только одном только слове — волк? Давно ли мы даже носа не смели показать в ближайшую берозовую рощу, боя серого? Мне не забыть никогда, как я первый раз в жизни услышал вой волков, еще будучи совсем маленьким. Это случилось раз ночью, когда мы спали с отцом летом на вышке. Я уже спал глубоким сном, когда меня вдруг тихонько, чтобы я не испугался, разбудил отец и сказал, что на выгоне воют волки. Я даже помню, как задрожал при этом. Отец взял меня на руки и поднес к слуховому окну. На дворе сначала ничего не было видно, но потом я рассмотрел яркие звездочки, крышу нашего амбара, за которой уже была полная беспросветная темнота. — Слушай, — сказал мне отец, — ты только не бойся, они далеко. Я прижался к его груди и навострил уши, но была полнейшая тишина и слышно было, как колотилось мое сердце. — Не слышу, — шепчу я отцу, едва переводя дух. — Молчи, сейчас услышишь. И вдруг я вздрогнул, прижался к отцу, обвил его ручонками шею и чуть не бросился от него к постели. До меня сначала слабо-слабо, еле-еле, а потом все яснее и яснее донесся дальний вой волков. страшный вой у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у, который так и хватал меня за сердце. — Не бойся ты, не бойся, — успокаивал меня отец. И я уже более спокойно стал прислушиваться к этому вою. — Что-то страшное, захватывающее дух, жалобное было в этом вое. — Я спросил у отца, едва шевеля губами. — А они голодные, эти волки, пап? — Голодные. — Слушай. — А они придут сюда, пап? — Нет, не бойся, не придут. — Ты слушай, слушай. Слушая вой волков, я воображал их себе в густом-прегустом лесу, с горящими, как свечки, глазами, со скаленными белыми зубами, с раскрытой пастью, из которой выходили в безмолвном воздухе эти страшные, хватающие за душу звуки. Сон прошел, боязнь тоже. Воображение были только одни волки. — Я уже видел себя героем, большим, с ружьем, проникающим ночью в лес с нашим полканом и открывающим страшную пальбу, от которой так и валятся эти воющие страшные волки. — Слушай, — говорит мне отец. — Помню, мы долго тогда стояли, так и слушали этот вой волков. И, кажется, слушали его не одни мы, а и вся деревня, все собаки, даже наш храбрый полкан, не смея и голосу даже подать, заслышав страшных врагов. Как вдруг со стороны степи послышался какой-то шум. Все ближе и ближе в наш проулок ворвалось громадное, скачущее, блеящее стадо овец, которое с шумом пронеслось мимо нашего дома и остановилось у церковной ограды, сбившись в одну огромную кучу. Я, было, чуть не вырвался из рук отца, так это меня тогда поразило. Отец успокоил меня, говоря, что это всего лишь овцы, и нам с ним вдруг сделалось смешно. Смешно, что они так перебукались этого дальнего воя волков и принеслись аж оттуда, с выгона, к церкви, к сторожу, который для них был единственной в своем роде защитой. Хотя стадо и не было видно в темноте, но я живо представил их в кучке у церкви с расширенными от испуга выпученными серыми глазами и беспокойными движениями, готовых снова пуститься куда-нибудь от малейшего движения. Овцы нас рассмешили. Больше не стало слышно и волков, и мы снова отправились в постель. Но и в постели я продолжал видеть волков и овец, и фантазировать, и, вероятно, так наскучил отцу ненужными всеми вот этими вопросами, что он отвернулся от меня и захрапел, как ни в чем не бывало. В то же самое лето я слышал с той же вышки нашего дома и в другой раз вой волков. И где-то в ближайшем болоте кряхтел и скрипел, надсаживаясь коростель. Где-то далеко-далеко в полях посвистывала так же однообразно, но более милым голоском перепелочка. А где-то вот тут совсем за двором в нашем огороде трещал кузнечик. В слуховое окно было ясно видно, как на небе мигали светлые звездочки. И хорошо было смотреть на этот кулачок звездного неба и слушать коростеля и перепелочек. Так хорошо, что не заснуть было всю ночь. Но усталость таки брала свое, и глаза понемногу слепались. Голос коростеля становился дальше и дальше, а голос кузнечика словно тоже куда-то улетал. И как раз вот в этот момент, в эти-то минуты забытия, вдруг до нас ясно донеслись какие-то необычные звуки. Кто-то вдруг испустил отчаянный резкий крик и потом сразу замолк. Чтобы через секунду снова прорезать воздух отчаянным визгом, в котором трудно было узнать, чей это голос. Мы с отцом моментально были уже на ногах. Бросились оба к слуховому окошку и замерли там в ожидании. Потому что голоса опять смолкли. Как вдруг отчаянно заржала лошадь, и вслед за ее ржанием раздался снова отчаянный визг животного, в котором мы сразу узнали голос жеребенка. Потом раздался вой волков. Заржали и другие лошади. В наш переулок ворвалось целое стадо лошадей и коров. Послышался страшный топот. Вся земля аж дрогнула. И наши лошади отчаянно забились в запертых конюшнях. — Пап, пап, что это все такое? — спросил я, чуть не плача. — Не бойся. Это волки. Они уже в поле. И в этот момент я снова ясно расслышал, как жалобно завизжал жеребенок, голос которого уже слабел, сливая с голосами волков, которые на него уже насели. И мне так стало жалко этого жеребенка. И я заплакал. Но отец меня как мог утешал. — Да не плачь. Полно будет. Слышишь? Он замолчал. И я прислушался сквозь слезы и действительно уже ничего не слышал, кроме ворчания и драки. Наши лошади продолжали страшно биться, чуя зверя где-то рядом. Я подумал, что волки уже забрались к нам во двор и давят нашего корька. Но папа успокоил меня на этот счет, говоря мне, «Ну куда им до нашего корька? Он там заперт крепко-накрепко». Мало-помалу и лошади тоже перестали лягаться в дверь. И в степи тоже уже все смолкло. Ворчание волков стало неслышно. И снова заскрипел корстель. Засвистала перепелочка где-то теперь недалеко в поле. И застрекотал в огороде кузнечик. Мы снова легли в постель и прижались друг к другу. Снова так же блистали яркие милые звездочки. Такая же была тишина ночи, словно и не было тут близко от нас страшной этой драмы. Разумеется, на следующее утро, как только я встал, так тотчас же побежал рассказывать все матери, сестрам и брату. Потом я побежал к товарищам, с которыми мы отправились на место ночного приключения. Мать было меня отговаривала, чтобы я не ходил туда, стращая волками. Сестры хватались за полы моего пальто, говоря, что меня, как и жеребенка, съедят непременно волки. Я сам было струхнул и избавил наполовину свой пыл. Но мысль, что я пойду не один, а с работником Трофимом, что с нами туда же отправятся все мои сверстники, что, наконец, мы будем вооружены, хотя все наше вооружение могло состоять только из палок, взяло верх над минутным колебанием. И я гордо заявил, что отправляюсь. Трофим решил идти с нами, хотя уверял нас, что мы ничего там не найдем, кроме костей. И он был прав. В степи мы нашли только пару копыт рыжего жеребеночка и капли крови. Трофим рассказал нам, как берут волки жеребенка в поле и представил нам такую страшную картину, что мы стали даже оглядываться, не видать ли где волков. Но бояться было ровно нечего. Трофим говорил, что волки теперь сыты, убежали далеко-далеко в займище и спят там где-то, дожидаясь ночи. И что уже на проказе здесь, сюда они уже ни за что не вернутся. Пока я представлял волка только воображении. Я еще не видал его живым. Ни разу. Правда, я видел шкуру волка на ярмарке. Но там, сколько я в нее не вглядывался, не видно было настоящего волка. Шкура была страшно растянута, а головы и не было совсем. И только две пары лап, да еще и пушистый хвост, который волочился за мужиком-продавцом по снегу, пугали меня. Правда, мне довольно наглядно представляли мужики волка. И помню, один довольно-таки удачно показал голову волка вечером на стене, сделав перед огнем как-то сложенные руки так, что я хорошо видел пасть этого волка. И так, так хорошо, что даже вздрогнул и попятился назад. Как мужик вдруг при этом еще авкнул и взвыл, чем страшно рассмешил всех на кухне. Но этого всего было мне недостаточно, чтобы все это заменило мне живого волка. И я страшно хотел его видеть хотя бы раз в жизни, чтобы иметь о нем ясное представление. И этот раз действительно мне это удалось. Это было уже зимой. В эту зиму были страшные непогоды. И снегу намело в наш переулочек со степи столько, что наш сосед, старик-крестьянин, уже лазил свой двор не в ворота, а прямо через забор. Это была какая-то исключительная страшная зима. Снег валил большущими хлопьями. А ветры были такие, что избушка соседа была почти сплошь засыпана снегом. А на его соломенной крыше снег навалил такой сугроб, что я все думал, что этот сугроб упадет на кого-нибудь и завалит его полностью сверху. Но он не падал и все больше нарастал и нарастал. Вот в эту-то зиму и появились волки около самого нашего села, тревожа всех каждую ночь. Только вот бывало настанет утро, как Трофим уже является с новостями и рассказывает. Сегодня у Осипа волки зарезали овцу. Вчера с ночью волки, говорят, были в ограде у Кузьмы. И это дело с волками дошло до того, что нас не стали совсем пускать вечером на улицу кататься с горки и даже днем не позволяли отлучаться в деревню. Что не ночь, то тебе история с волками. Волки начали уже душить собак. Волки стали уже ходить по задворкам. Волки стали забираться в хлева и есть гусей. Это было какое-то нашествие волков и крестьяне все в один голос жалуясь на них говорили, что будет тяжелый год. Хотя папа и говорил, что волки потому ходят и давят в нашей деревне, что у мужиков неплотные дворы, а волки голодные, потому что все в лесу занесло так же, как и в нашем поселке снегом. Это нашествие волков порядочно таки убавило у меня храбрости. Признаюсь честно, я стал уже побаиваться вечером и даже вздрагивал порой на печке около стряпки агафьи, хотя там ровно не было никого, кроме тараканов. Но тем не менее мне страшно хотелось видеть этих волков. И вот я увидел волка. Это было рано-рано утром, когда только что стало светать, и я опять был этим обязан моему отцу. Нужно заметить, что он любил нас знакомить всех-всех, а меня в особенности с царством животных. Так случилось и в то памятное раннее утро, когда вдруг в нашем проулке появились волки. В это утро они как-то скараулили у нашего соседа молодую свинку, когда она на рассвете только что была отправилась на реку к прорубям попить. Эта свинка хорошо была нам известна, потому что она зимой и летом лазала под нашу подворотню, бродила по двору и викала под окном кухни. И когда мы слышали ее выканье, то уже впереди мы знали наперед, наученные всезнающим Трофимом, что будет непогода или даже буран. Я вот и сейчас помню, как меня осторожно разбудил отец и понес на руках в одной только рубашке в избушку, а я протираю кулачом кулачонком свои глаза. На ходу отец таинственно сообщает, что в проулке волки, и я окончательно уже просыпаюсь и тянусь к окну. Смотри, смотри, вон, вон они ведут свинку, говорил он мне, поднеся меня к окну. Но я ничего не мог рассмотреть, тараща туда свои глазенки. Смотри, вон, направо, у самого огорода. Я всматриваюсь по указанию его руки и вдруг вижу, хотя и не ясно, но вижу, как пара волков, страшно похожих на обыкновенную собаку и даже совсем не таких и больших, как я их представлял. Ведут что-то вроде, действительно что-то вроде свиньи, таща ее вдоль самого прясла. Видишь, видишь, а? Говорил мне отец. Вижу, свинью, вижу. А это волки, пап? Это волки? Да, да, волки. Они ведут свинью. Видишь, один ведет ее за ухо, а другой ее покусывает сзади. Видишь, она упирается, не идет. И я действительно вижу, что свинья не идет. все вертится задом, а ее покусывают. И даже слышу, ясно слышу, как она визжит. Тонко так визжит, когда ее кусает сзади волк. И ей больно. Пап, пап, но они же ее съедят. Надо послать Трофима. Говорю я, чуть не плача при этом. Но отец говорит, что уже теперь ничего не сделать. Что они и ведут ее только потому, что пока еще не вышли из нашего переулка. Трофим спит, соседей тоже послать некого. Все еще спят. И надо покориться этой бедной свинке. Но это меня страшно возмущает. Я действительно вижу, что волки уводят ее дальше и дальше. Вот уже их плохо видно в сумраке утра. Вот уже не стало слышно этого визга. И вот уже волки исчезли совсем из окна. Все кончено. Теперь уже задавили или точно задавят. Это минутное дело. И это меня так возмущает, что я даже готов туда побежать к этим волкам и отбивать эту свинку соседа, драться с ними палками, если бы только не отец, который несет меня уже обратно в детскую и водворяет снова в кровать. Но я еще долго вижу эту пару волков и эту бедную свинку. И так злюсь при этом не передать. А утром, когда мы встали, мне показалось странным, что все говорили шутя о задавленной волками свинье. И никто, ровно никто, ее так и не пожалел. Даже сам ее хозяин. Седой старик, который только хлопал по коленкам руками, рассказывая, как хитро волки подкараулили его свинку, когда она побежала утром на водопой к реке. После этого случая я, признаться, даже не стал играть вечерами в своей ограде. Ведь высунь только нос из дому, как волки тебя и поведут на глазах у всех за ухо на задворке. Думал я про себя. Пожалуй, и тебя не будут нисколько жалеть, так же, как и не пожалели этой уведенной свинки. Но больше всего меня тревожил вопрос, как мы поедем на Рождество к дедушке? Дело в том, что дорога к нему шла как раз именно в том направлении, куда увели волки эту свинку. А путь не близкий, совсем не близкий, целых двадцать верст. И что особенно страшно? Это то, что на средине дороги было дикое место, была пать, где даже летом мама боится постоянно этих волков. И это обстоятельство заставило меня не раз спрашивать Трофима, живут ли волки зимой в падях. Но Трофим не только не успокаивал меня, он напротив рассказывал мне такие страсти про волков, что я с ужасом думал о этой поездке к дедушке. Между тем, не ехать туда, обнаружить трусость было невозможно. Тем более, что это был из старой заведенной в нашем доме обычай в это время посещать дедушку. Невозможно и представить себе, чтобы мы старшим братом не поехали к дедушке, не пропели бы ему Рождества, не получили бы от него на праздник по маленькому серебряному пятачку. Странно было бы не повидать доброй бабушке, которая угощала нас лакомствами, не поесть сырников, чудных маленьких кругленьких сырников, которая так мастерски стряпала и морозила на рождественском морозе стряпка варвара. Вот и последние дни перед праздником Рождества. Вот и самый праздник с неизменными славельщиками, которые врываются к нам в попыхах, словно за ними гонятся эти самые волки. Вот уже и день нашего отъезда к дедушке. Трофиму отдаются последние приказания насчет лошадей и кошевки. Отец заботливо усаживает нас с братом и мамой в кошевку и закрывает теплым одеялом. Трофиму приказано нас не вываливать на раскатах и спускаться тихонько-тихонько с горы и держать крепко-накрепко неспокойную пристяжную. О волках к моему удовольствию ни слова. И мы чуть слышно скользим по свежевыпавшему снегу за ворота. Быстро проезжаем узкий переулочек и уже на нашем голом выгоне, а впереди перед нами словно вырастает страшный березовый лес, в котором, по моему мнению, и живут эти волки. Вот и лес с толстыми березами и высокими осинами. Волков нету и следа, но зато сколько следов и тропочек заячьих. Они уже успели с утра проторить эти тропки, по которым так бы и побежал в синеватую чащу этого осинового леса. А заяц-то, глянь, заяц-то, вдруг закричал Трофим, сидя на облучке и показывая куда-то вперед кнутикам, прямо через дорогу. Мы оба повскакивали с братом на ноги и держимся за спину Трофима. И действительно, мы видим белого, как снег, зайца, который перебегает нам дорогу, летит вдоль нашего пути с перепугу и, шарахнувшись раза два в сторону, наконец исчезает за высокой осиной, показывая нам на секунду свой хвост и задние долгие лапы. Это было всего лишь секундное зрелище, но оно и теперь стоит у меня перед глазами. Все это ново и так хорошо, так приятно ехать зимой, рядом с мамой, так свеж этот морозный воздух, который чуть-чуть щиплет нос и захватывает дыхание. Потом этот лес начинает как бы прерываться и деревья почему-то склоняются все в одну сторону. Потом телом овладевает какая-то особенная истома. Начинаешь закрывать незаметно и щурить глаза и раскрывать их испуганно только на ухабах. Потом лес смешивается с белыми прыгающими зайцами. Спина Трофима со снегом, который быстро бежит около самой кошевки навстречу. Тропы с осинами. Хвост пристяжный. С березой и все это так чудно, непонятно сплетается между собою. И мною овладевает незаметно зимний дорожный сон, в котором человек чувствует какую-то особенную Истому и Нигу. Я не помню, сколько времени продолжался мой сон, но помню точно прям как сейчас, как ужасно было мое пробуждение. Я почувствовал, что экипаж нас заскакал, запрыгал, стал наваливаться. Лошади страшно забили в наш передок, понесли, а мама крикнула Трофиму, держи, держи лошадей, вывалишь детей на ухабе. И схватила нас обоих и прижала к себе. Мне представилось, что лошади несут нас под гору, что мы уже вылетаем в снег, и что за нами гонятся волки. В один миг в детской голове представилось тысяча ужасов, и я заревел, закричал, заплакал, чтобы лошади остановились. Но лошади никак не останавливались. Я слышал, как бил снег из-под копыт мягкими ударами в наш передок, как туда же стучала порой копыта, и казалось, вот-вот мы вывалимся в снег. И у меня закружилась от боли страха голова. Держи, ради бога, держи, Трофим, кричала мама. Но Трофим молчал, словно его не было на облучке, и слышно было только визжание полозьев, удары копыт и храп лошадей, которые, видимо, окончательно взбесились. И вдруг мы сворачиваем куда-то в сторону. Визг полозьев становится все тише и тише. И мы останавливаемся. Я вижу над собой голые ветки березового леса и слышу храп лошадей и рыдание моей матери. Мам, мам, что такое? Нас понесли? Ты ушиблась? Засыпаем мы ее с братом вопросами. Ничего, ничего, дети, сидите, это Трофим виноват. И она начинает бронить кучера Трофима, что он распустил вожжи. Но Трофим божится, что вожжи все время были в его руках. Теперь он слез с облучка и держит лошадей за подустки. Лошади все дрожат и оглядываются назад и в сторону, словно они что-то там еще недавно видели. Особенно пристяжная, с закрученными поемщицки хвостом, так и переступает с ноги на ногу, готовая броситься. Она положила на коренную свою красивую голову и так и придет почему-то острыми ушами, словно чувствуя какую-то опасность. Стой, стой, уговаривает ее Трофим, гладя ее по морде. Стой, да стой, что ты, бог с тобой, кого-то ты-то испугался и так, а? И поправляет ей челку на лбу. Выправляют хомут под грудью и все гладит ее, охорашивает, сам, видимо, растерявшись, не зная еще, почему нас так понесли смирные лошади. А мы с братом стоим в кашовке и смотрим то на Трофима, то на пристяжную. то на маму, которая еще не может никак успокоиться. И вдруг Трофим каким-то особенно жалким голосом кричит маме. Волки-то, волки, глядите-ка назад, эх, они проклятые твари, вон кто перепугал лошадей. И он вдруг закричал благим матом, ух, ух, через тю-дюх, и, схватив кнут, застучал им, что есть силы, по передку, окончательно этим перепугав и нас, и лошадей, которые снова едва не рванулись в бегстве. Мы обернулись все и действительно мы увидали тройку серых волков, которые преспокойно себе сидели в стороне, сажен за двести от дороги, на пашне. И я еще помню, что я нисколько их не испугался тогда. Но мама вдруг вся побледнела, засуевала, что-то торопливо вынимая из своего кожаного саквояжика. «Кричите, дети, кричите!» сказала она нам. «Громче кричите, а они убегут!» И мы стали так кричать с братом, кричать тонкими голосами, насколько хватало сил вместе с Трофимом, голос которого стал уже охрипать от холодного воздуха. И мне даже показалось это забавным. И я кричал, махал к чему-то руками и старался кричать таким толстым голосом, чтобы слышно было, что я мужчина! Но волки преспокойно продолжали себе сидеть, словно и в самом деле слушали наш концерт. Но вот мама вынимает из саквояжа хорошенький револьвер и, привстав на ноги в кошевке, поднявши высоко руку в воздухе, делает один за другим короткие резкие выстрелы. Лошади дернули, мы падаем вместе с мамой в канаву, думаем, что нас снова понесли. Но кучер сдерживает лошадей, и я слышу, раздается еще и еще один выстрел. Трофим снова заухал, застучал и даже кинулся куда-то в сторону волков, крича при этом. А, проклятые, побежали, испугались, да я вас, да я от вас сейчас проклятых. И мы снова встаем на ноги и видим, что волки бегут, бегут дальше в березовый лес. За ними несется, смешно ковыляя, наш Трофим с кнутиком. А мамка смеется, радостная такая, успокаивая нас с румянцем на лице, с влажными еще от слез глазами. И вот волки уже далеко, вот уже их совсем уже не видно стало. Мы кричим и тоже хотим бежать за Трофимом, а мамка смеется. Лошади тоже смотрят в сторону убежавших волков. И нас вдруг охватывает такое веселье, такая удаль, такое прямо возбуждение, что мы от души хохочем все вместе над Трофимом. Как он бежит дальше с поднятым кнутом по глубокому снегу, увязая в нем, и все грозит этим волкам, чертям собачьим, все кричит им, когда уже их давно и не видно. Мамка тоже смеется над ним. Ах ты, глупый, глупый. Ну что, бежит? Что кричит? Трофим, Трофим, будет тебе, убежали они уже. Иди, поедем уже скорее. И мы видим, что Трофим остановился, бронится и все еще грозит этим волкам в лес. В это время по колено в снегу, в своем нагольном тулупе, с овчиной шапкой на голове, с мохнатыми рукавицами, приподнятыми в воздухе, с кнутом, кричащий что-то волкам, хриплым уже голосом. Он совсем не походил на героя и был так смешон, что мы аж покатились в кашеве со смеху. Прежде чем мы тронулись, прошло немало времени. Трофим воротился весь в снегу. В его пимах было столько снега, что надо было даже разуться. Но главное, разгоряченный победой, он непременно хотел нам рассказать все, все как было, по порядку. И говорил он столько, что мама наконец приказала ему сесть на облучок и ехать уже. И вот мы уже видим село, занесенное снегом. Вот и дом знакомым садом. Все, что мы только что пережили, отходит куда-то туда, далеко, на задний план. Разумеется, дедушка и бабушка и варвара должны были от каждого из нас выслушать не один раз самое живописное описание, как нас испугали волки. Так я видел первый раз в своей жизни волков при дневном свете. Ровно ничего ужасного, прямо как собаки. И только когда они бросились бежать, было странно видеть, как они ковыляют, словно припадают на переднюю ногу. После этого в жизни я много видал волков. Они бежали в дороге за моей кашовкой. Я охотился на них с винтовкой. Они нападали на мою палатку в путешествиях. Они даже раз поели у меня тройку чудных оленей ночью. Но я уже не боялся их и при виде их только разгорался страстью к охоте. На этом и заканчивается аудиорассказ. Слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании. Там есть плейлист, называется «Все мои аудиокниги». Там целая библиотека аудиорассказов в моем исполнении. Я думаю, там вы точно найдете для себя еще что-нибудь интересного. Там про волков есть несколько рассказов. Как волк спас человека вы бьете в поиске точно найдете. Ну и ставьте ваши отпечатки пальцев под видео, ставьте ваши лайки. Не забывайте делиться с вашей хроники в соцсетях с вашими лучшими друзьями. Чтобы это сделать под каждым видео есть кнопочка поделиться и вы можете поделиться в своей хронике. Ну и как обычно не забывайте подписываться чтобы не пропустить следующие новые аудиокниги. Услышимся увидимся. Пока два.